Всем большой привет! Новый влог. Не снимала вам ничего с утра, потому что после завтрака пошла на грядки и два часа собирала клубнику. Сегодня вторник, сейчас обед, а в воскресенье родители вместе с Аней уезжая домой, они пособирали клубнику с собой. И там оставалась всего лишь, наверное, только одна грядка, вот этой мелкой. И вот это вот все созрело за один день. Представляете? Короче, начался сезон клубники, все, пошла. Еще, наверное, каждые два дня также можно собирать вот такое же количество. В общем, рассказываю и показываю. Вот такой вот, такая вот мисочка, такой объем. Это только с одной грядки, но тут еще часть в этой мисочке. В общем, это самая мелкая клубника, вот такая, она похожа на лесную землянику, но она прям безумно-безумно сладкая. Она прям как сахар тает во рту. Вот это вот самое-самое сладкое. Вот здесь вот уже пошла, в общем, из другой грядки, и мелкая, и крупная. Кстати, вот этот сорт, даже несмотря на то, что здесь еще зеленые жопки, она безумно сладкая. То есть такой вот сорт, что она вот краснеет напополам, да, половинка, а все равно сладости уже в ней много, она безумно сладкая. Так, покажу вот этот вот объемчик. Ну вот, чтобы вы с моей рукой как бы хотя бы представляли, потому что я, конечно, по объему сейчас не скажу, что здесь, какой объем, какое количество. Вот, смотрите, большая такая прям клубника, огромная. Вот это вообще в кайф, конечно, есть. Вот сидеть, куда-нибудь сметанку помакать. Тоже сладенькая. Вообще, кстати, кислой клубники нету у мамы на грядках, у нее вся клубника сладкая. В общем, вот такая вот мисочка. И уже Матвей мне принес, уже последние грядки собирала, такую большую миску принес. В общем, здесь тоже и крупная, и мелкая, и вот эта вот, которая, сорт зелененькая. В общем, тут разная. Аромат стоит, ой, девчонки, аромат стоит потрясающий. Девчонки и мальчишки, знаешь, что меня еще и мальчишки смотрят. Не так давно узнала. Так что, короче, вот такой вот у нас урожай клубники за два дня, можно сказать. Конечно, клубнику кушать хорошо и очень вкусно, но собирать ее сложно. Вот у нас вот эта мелкая самая клубника, ее прям собирать очень муторно, потому что на одном кустике очень-очень много висит ягодок и часто посажены. Короче, у меня вот уже на этой грядке отвалилась поясница. У меня спина просто ужасно болит сейчас. Я, наверное, попозже пойду полежу на валике, потому что, ну, прям затекла. И уже в конце, вот конец, я уже вынесла себе садовый стульчик, разобрала его и села, собирала и сиди. Потому что, правда, в таком согнутом состоянии очень тяжело собирать. Что мы сейчас будем делать? Конечно, всю клубнику мы эту не съедим. Мама собрала домой, и, скорее всего, наверное, она будет перетирать ее с сахаром, типа такого джема, наверное, делать. Не знаю, может быть, конечно, варенье сварит. Но варенья и так полно, еще, наверное, с того года осталось. Вот. Я часть сейчас уберу в холодильник, а часть мы сейчас сделаем себе, в общем, коктейль молочный. У меня здесь есть блендер, у меня есть банан. И сейчас налью молока, добавлю клубники, а для сытости добавлю бананы. Вот такой вот клубничный коктейльчик молочный мы выпьем. Вот. И пока на улице жарко, еще солнышко пока не ушло, на своем пике находится, да, наверху. Мы, наверное, все-таки пойдем в бассейн еще покупаемся. Ну, не знаю, как я, но мальчишки точно, наверное, будут купаться. Мы вчера просто пошли в бассейн, после того, как я его пропылесосила, уже в часов, наверное, 5 в начале 6-го, а солнце уже как раз-таки не было таким вот активным прям, ну, то есть оно не так припекало и ощущалось. Оно уже было такое, знаете, вот просто было комфортно и тепло находиться на солнце, но не жарко. А купаться как раз-таки уже прохладно в такое солнце, и особенно выходить из бассейна уже прохладненько. Так что сейчас, наверное, сделаем такой небольшой перекус и пойдем к бассейну. Вот. Так что вот так вот, девчата, урожай собираем. Жду, конечно, я ищу все равно свою любимую голубику, но она будет позже, а пока будем наслаждаться клубникой. У меня сегодня будет помощник, матюша мне помогает. Так, пока кладем банан. Давай, ломай его туда, клади. Угу. Ты поменьше. Так, и вот этот пополам еще. Угу. Теперь кладем клубничку. Давай, убирай, какую ты хочешь. Вот, ты прям большие берешь. Ты совсем большие прям не бери. Лучше поменьше. Льем молочком. Льем молочком. Так. Три, два, три. Ставим. Один. Кручай. И поехали. Ой. Поедем-то. Сначала надо все из ключ. Три, два, один. Так, коктейль у нас готов. Три, 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 три. О, получился такой густой, хороший. Оп. Воль, где-то кусочек клубнички упал. Ну, как? Вкусно? Вкусно? Угу. Я розовый стаканчик. Можно даже еще кубнички добавить. Сейчас больше банан чувствуется, да? Кайф. Вкусно брали. Да, в общем, я сейчас лазила на стремянки и собрала целую... Черешенки и одна черешенка. Целую мисочку черешни. У нас в этом году черешни не так много, как в прошлом году. Вот, и поэтому даже вот такую вот еще, ну, как бы недоспевшую... Да, недоспевшую. ...все равно собираю, потому что птицы иначе все равно склюют. Ну, она у нас в основном на заморозку идут. Вот эта красненькая, видите, она уже поспела. А розовенькая еще нет. Ну, в общем, все равно где-то, конечно, и птицы уже поклевали. Вот, видите, съели половину черешни. Матюш, ну, бери отсюда. Честно сказать, немножко как-то ссыкно уже заходить, подниматься вверх на стремянку. Хоть и я все детство провела в деревне и по деревьям лазила. Как говорится, в этом проблем вообще никогда не было никакого страха. Но сейчас, видимо, с возрастом начинаешь уже опасаться за себя. И прежде чем подняться там на самую верхушку лестницы, сто раз перепроверишь, там крепко ли стоит стремянка, чтобы не качнула, никуда не завалила. Короче, да, вот так вот немножко уже как-то, короче, боязненно уже залезать на стремянку. У нас пока жара, мы пока продолжаем жариться. Уже Матвей уже искупался тоже в бассейне. С Максимкой наплавались. Максим сейчас косит. Я собрала черешню и уже, наверное, надо готовить обед. Хотя, честно сказать, что-то есть особо не хочется. Мы уже и помороженки съели. А может быть, сейчас мы сделаем снова с тобой коктейль клубничный? Давай. Давай. Делать? Ага, с бананчиком. Да, с бананчиком. Матвей уже отсчитывает денечки, когда уже мы поедем домой. Спрашивает, мам, какой сегодня день недели? А когда будет воскресенье? Когда же мы поедем домой? У нас тоже, короче, настроены. А то я хочу интернет, чтобы игры скачались. Ни по игрушкам ребёнок не соскучился. Именно по интернету. Да, а то мои игрушки... Почему так у них поднимаешь? Да, а то мои игрушки у нас не зажигались. Мы такие с тобой два негритёнка. Два негритёнка загоревшие. Загоревшие. Ты вообще как негр. Как будто ты с моря приехал. Ладно, короче, мы, наверное, пойдём что-нибудь. Придумаем перекусить. Сейчас нам точно молочный коктейльчик сделаем, холодненький. А пообедаем уже ближе к вечеру. Вот уже будет ужин. Потому что такой же росы есть не хочется. Ага. А по такой шару есть не хочется. Да, не хочется. Больше пить надо. Пить, пить, пить водой. Ну, пойдём? Коктейль готовит. Угу. Таким образом, я доезжаю в носорожках. Что мы с тобой? В носорогах доезжаем. Я чуть-чуть вырасту старше. Угу. Короче, мы тут играем. Смотри, в носорогах я мама, он носорожек маленький. Я уже подрос чуть-чуть. Короче, придумываем игры на ходу. Девчат, смотрите, за пару недель, как у меня отросли ногти, насколько. Я уже говорила ни в одном видео, что ногти у меня отрастают достаточно быстро. Поэтому я не делаю себе гель-лак или не какой-то мышелак, потому что очень быстро коррекция нужна будет. Поэтому, как бы, справляюсь сама. В общем, ногти отросли. И для сравнения можете посмотреть в начале моей ролики, когда только приехали на дачу. Там ноготочки были еще коротенькие. Вот, в общем, отросли. Мне, конечно, нужно убрать длину. Нужно подточить форму и почистить вот здесь вот все возле валика, в общем, места. Потому что, когда полю или что-то еще делаю, то, конечно, все забивается. Конечно, по приезду домой я хочу сходить на маникюр. Я не буду делать никакое покрытие. Просто для того, чтобы вы хорошенечко здесь все почистили, срезали все эти лишние валики. И, короче, привели ноготочки мои в порядок. После дачи, мне кажется, сходить на маникюр это будет очень и очень необходимо. Потому что самой сейчас здесь вычистить все до конца не получится. Девчата, обещала вам показать палетку, при помощи которой я в прошлый раз сделала макияж. Вот она, эта красотка от Makeup Revolution Soft X. Здесь получается 24 всего оттенка. То есть, как бы такая немаленькая палитра. Из них 14 матовых оттенков и 10 сияющих. И плюс из этих 10 2 дуахрома. Офигенно просто красивых дуахром. Я вам сейчас открою и покажу. Очень удачная палетка. Она прям реально и в мир, и в пир, как говорится, в добрые люди. Можно и совсем нюдовый сделать, бежевый макияж какой-нибудь, да, носибельный там на каждый день. Можно сделать более яркий, прям такой вырви глаз. Можно сделать какой-то интересный вечерний. Потому что я говорю, там... Кто-то ходит на улицу. Потому что там очень много вариантов, много цветов красивых, которые можно сочетать друг с другом. Которые просто великолепно пересекаются друг с другом, сочетаются друг с другом. Короче, палетка подобрана, именно, точнее, оттенки подобраны в ней невероятно круто. Да что ж такое-то? Все что-то ездят там куда-то, ходят. Прям проходной двор. Вот, и эта палетка, в общем, это, я так поняла, коллаборация была вместе с каким-то английским бьюти-блогером. Удачная получилась коллаборация, хочу сказать вам. В общем, давайте я вам сейчас ее поближе покажу и открою, как она выглядит внутри. Вот так вот она выглядит. Она приходит полностью хорошо упакована. Видите, у нее даже еще сохранила пакетик. И сама палетка вот такая. Очень здорово, что сделали, наконец-то, не черную поверхность, а бежевую. И она матовая, за счет чего не остается следов от пальцев. То есть вот эти вот отпечатки не остаются. И давайте, конечно же, вам открою, покажу всю эту прелесть. В общем, зеркало тут огромное. И вот они оттенки. Оттенки невероятной красоты. Посмотрите. Оттенки шикарные. Черный, такой кирпичный, бежево-розовый, песочный, бежевый. Теплый коричневый, серый коричневый, такой холодный, насыщенный коричневый. Это прям шоколадный. Вот это два дуахрома. Просто потрясающие цвета. Вам так неудачно, конечно, тут освещение. Сейчас еще разочек вам сделаю. Смотрите. Это прям вот майский жук, как я его называю. Желто-зеленый, такой очень красивый цвет. Вот этот вот синий, синий-голубой. Тут серый. Тут, в общем, я говорю, такие они невероятно красивые. Какие-то прям волшебные цвета. Это вот эти два дуахрома. Дальше. Сиреневый, такой прям насыщенный. Розовый перламутровый, бежевый перламутровый. Опять же, какой-то там непонятно, в общем, песочно-горичневый. Розовый, яркий, бежевый, белый. То есть, вот вы сами можете посмотреть. Палетка огненная. С ней вы сможете сделать любой макияж. Вот можно просто ее одну взять и погнать в отпуск, в гости, на дачу, куда хотите, на какое-то мероприятие, на фотосессию. Здесь, естественно, есть вкладыш, на котором подписаны все оттенки. Так что палетка очень-очень удачная. Прям супер. Вот еще раз посмотрите, как они выглядят. И можно даже увидеть, какими уже оттенками я чаще всего пользовалась. Конечно, я не всеми еще успела воспользоваться. Например, вот эти три оттенка вообще не тронутые. Я пока еще не придумала, что с ними можно интересного сделать. Вот эти тоже мало. По-моему, только один раз я ими воспользовалась. И вот эти вот тоже практически еще не использовала. Вот, а так и с сиреневым, и вот эти дуохромчики я использовала. В основном, конечно, это вот эти вот и пошли цвета в складку века. Вот эти очень интересные. Можно уголочек добавить. Черный можно сделать растушевочную стрелочку. Такую очень тонну, такую тушевую, 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 правильно, да? Тушевую стрелку. Подчеркнуть просто контур глаза. Короче, бомбическая, правда, палетка. Очень удачная. И если вот вы вдруг будете выбирать между палетками Makeup Revolution, вот это SoftX, я вам прям очень рекомендую. У меня есть еще, кстати, здесь одна палетка, тоже от Makeup Revolution, но мне она не очень нравится, и я ей практически не пользуюсь. Я вам сейчас, кстати, вот пользуюсь моментом, когда мы уже заговорили про эти палетки, я вам сейчас ее тоже принесу и покажу. Вот это вы можете видеть даже по размеру. Она намного больше. Но если в этой 24, да, оттенка, в этой всего 15. Вот какой минус вот этих упаковок. Черных, глянцевых, конечно, на ней видны все отпечатки, все царапины, грязь и так далее. Это, конечно, минус. Вот в этом плане то, что выпуск сделали именно такого бежевого и матового оттенка, саму упаковку, это плюс, большой плюс. Это просто, вот я говорю, можно даже не париться, значит, с того, что там где-то показать ее в видео будет стыдно, да, потому что на ней ничего не видно. Вот это, конечно, ну, честно сказать, я бы, ну, не стала так прям в близком плане показывать вам. Но так как сейчас я вам хочу показать, почему мне не нравится палетка, я вам все-таки продемонстрирую и покажу вот эти все минусы. Что мне в ней не нравится? Конечно, как и во всех палетках Макап и Валюши, на гробное зеркало, и это, ну, однозначно плюс идет. Смотрите, оттенки вроде, кажется, неплохие, да, вроде по цветам они такие носибельные. Также тоже есть вкладыш со всеми названиями оттенков. Но они все какие-то, как они называются, не сатиновые, у них у всех присутствуют какие-то блестки вот в составе. Я думала, что это будет только с верхним слоем, но нет. Если присмотреться, вот у меня что-то камера подводит, она не хочет фокусироваться и близко брать фокус. В этих везде оттенках присутствуют блестки. Вот не просто перламутр, да, вот такое вот там сияние блеск, а именно вот блестки. Они со временем осыпаются, остаются на глазах. Хотя вот сами по себе, я говорю, оттенки очень красивые. Тоже такие есть, похоже на дуахром. Вот эти вот прям металлические, видите? Ну, они не дуахром, да, они, скорее всего, металлические. Но вот этот вот шиммер, вот прям блестки, которые в них есть, вот мне не дают им нормально, полноценно использовать эти оттенки. Потому что все осыпается в конце дня. Вот, кстати, на черном цвете, вот он, очень хорошо видно вот эти блестки. Не хочет у меня прям крупным планом фокусировку делать моя камера. Хотела прям такую, знаете, макросъемку вам заснять, но что-то никак не получается. Вот на этом оттенке, и вот здесь вот очень хорошо прям видны вот эти блестки. Помните, раньше была косметика Golden Rose или Ruby Rose, как-то так она называлась. Могу ошибаться, но Ruby Rose, по-моему, точно была. И была вот проблема в тенях как раз-таки вот эти блестки. Но там хватало несколько раз снять вот так пальцем верхний слой, и блесток больше не было. То есть дальше Refill был чистенький, хороший цвет, без всяких блестков. Вот, а тут почему-то такого не происходит. Хотя сама палетка неплохая, здесь есть такие хорошие бежевые нюдовые оттенки на все невек можно носить. Есть оттенки, которые можно нанести в складку века и сделать акцент какими-то другими, более яркими цветами. Но за счет того, что вот эти есть блестки, что они осыпаются, потом у меня, конечно, рука не тянется к этой палетке, хотя сама по себе вроде неплохая. И качество теней тоже хорошее, они мягкие, такие прям очень приятные, не жесткие. Ну вот, имейте в виду, что есть такой у них минус. Может быть, у вас есть тоже такая палетка, напишите свой отзыв, как вам она, есть у вас такая проблема или нет. А вообще, девчат, если вы покупаете палетку или вы где-то увидели, и хотите себе приобрести, всегда делайте свочи в магазине, если есть тестеры, чтобы посмотреть воочию, самим лично пощупать, потрогать, посмотреть, как они выглядят не только на пальчиках, потому что когда вот сюда на эту часть наносишь тени, они все выглядят великолепно. Но стоит их растушевать, нанести, допустим, там на сюда тыльную сторону руки, и все, и получается, что цвет совершенно другой. Либо там он не такой насыщенный, как вот здесь на пальчике, да, либо там начинает крошиться и так далее. Вот, либо, если нет возможности посмотреть тестеры воочию, все пощупать, потрогать, тогда просто смотрите отзывы различные, читайте видео, обзоры, смотрите. Ну, вот эту палетку могу рекомендовать, она во всех своих вопросах в положительную сторону только показала себя. Никаких минусов я в ней не увидела. Вот, так что обзорчик вам такой небольшой сделала. Надеюсь, было кому-нибудь из вас полезно. Показываю, что у меня получилось. В общем, срезала я длину, накрасила ноготочки базы от Фаберлик, вот такие вот получились. Мне кажется, очень даже отлично. Конечно, где-то я здесь себе поранила немножко, больше срезала, чем надо, но ничего страшного. Я красила ноготочки вот этим лаком Фаберлик. Это вообще, как получается, база. Артикул у нее 70-99. Очень такой красивый, бежевый, натуральный цвет. То есть, такие прям аккуратненькие ноготочки с ним получаются. Вот, так что теперь вот такой вот у меня маникюрчик. Единственное, что без ногтей не очень привычно. Я все-таки люблю, когда у меня есть хоть какая-то длина. Мне с ними удобнее, чем с короткими. Но отрастут быстро, так что ничего страшного. Продолжение следует...